Внутри этих карточек есть вот такой наборчик, да? Освободите от скрепочки его. Как вы думаете, на что это похоже? На что это? А? Так, еще. Так, а если на игру? На какую-то мы сказали поиграть? Ну что ж, собрать. Ну на что? Так, пазлы. Ну, наверное, вы в свое время уже в это и не играете. Когда-то эта игра очень была популярна, называется она домино. Домино. То есть, какой принцип? Какой принцип? А принцип очень простой. Нужно взять первую карточку. Как вы думаете, какая будет первая карточка? Так, она начинается словом begin. Почему begin? А потому что начало программы всегда так начинается. Итак, положите перед собой эту карточку. Так, теперь мы смотрим, что рядом с ней находится какое ключевое слово-то? Массив. А вот дальше вам надо отыскать на остальных карточках, как вы думаете, что? Продолжение. Наверное, все-таки то, что связано каким-то образом с массивом. И дальше вам нужно будет выстроить эту цепочку. Все понятно? Поехали? Пробуем. Так, цепочки идут вот так, друг за другом. Вот так. Линию выстраиваем. Линию. Линию выстраиваем. Ну, вот так. Так, можно залезть к соседу. Поберём, чтобы не мешало пока. Так, кто закончит, поднимает руку. Так, готов, да? Так. Двигай ещё сюда. Чуть-чуть, у тебя нормально. Так, закончили, девчонки, да? Так, молодцы. Так. Ага. Всё, вижу. Вижу. Так, ну, осталось двое у меня. Ну, сразу вы все увидели, что закончились домино. Каким словом? Словом end. Итак, пока остальные у меня немножечко ещё не закончили, давайте быстренько начинаем по порядку рассматривать нашу цепочку. Итак, массив. Массив – это первое, что было написано. И напротив стоит что? Глазки подняли? Что дальше было там у нас? Определение массива. Так, всё, глаза подняли, не смотрим подсказку. Итак, массивы – это? Массивы – это массивный набор данных и ещё общая имецкая. Итак, общая имецкая, знаю, нумерация, но самое главное, ключевое слово всё-таки какое? Однотипный набор, да? Однотипный набор. Дальше. Массивы бывают. Массивы бывают. Многомерные. А многомерные – это какие могут быть? А пяти могут мерные. Ты представляешь, как это может выглядеть? А? Да ты что? Кто-нибудь ещё представляет пятимерный массив? Я тоже не представляю. У нас вообще трёхмерное пространство. Но, тем не менее, в Паскале это реально, да? Это реально сделать. Так, дальше смотрим. Описание массива. Как мы описываем массивы? С чего начинаем? Описываем константу, сколько у нас всего будет элементов. Так, раз. Потом поописываем сам массив. Как это правильнее сказать? Описываем новый тип данных. Какой массив описан здесь? Типа real. Давайте более подробно скажем. Это массив из 10 элементов, каждый из которого типы real. Типа real. Что это такое за тип real? Это вещественный тип. Вещественный тип данных. Так, всё. И, наконец, сам массив как называется? Он же имеет общее имя? А. Совершенно верно. Хорошо. Элемент массива. Элемент массива. Как обратиться к элементу массива? Как обратиться к элементу массива? Ну, ты написал. А с индексом и. То есть, обращаются к нему по имени и его как индексу или номеру. Правильно? Так, что дальше у нас? Индекс массива. Индекс массива. Каким образом обращаемся к индексу? Просто и. Да? В данном случае индекс. Хорошо. Дальше давайте посмотрим нахождение максимального элемента массива. Все, я вижу, правильно отыскали этот самый блок. Этот блок, который состоит из нескольких команд. Давайте мы сейчас его просто проговорим по-русски. Там написано на Паскале. А мы по-русски. Попробуем это всё произнести. Как найти максимум или минимум? Так, кто? Так, мальчишки, девчонки. Хочу вас услышать. Ну, давай попробуй. Попробуй, попробуй. Ну, нужно, чтобы найти максимальный элемент массива, нужно использовать в этом максимальном элементе массива. Так, просил по-русски. Так, значит, давай ещё. Ищем максимальный элемент. Вот давайте начнём с этого. Что? Нам нужно, что название элемента, это акция. Итак, стоп. Значит, нам нужен, какое слово выбрать? Шаблон. Какой-то шаблон. Что мы берём в качестве шаблона? Первый элемент массива. Все это увидели? Все это увидели. Затем? Потом мы будем выбирать все элементы массива. Не сравнивать. Если он больше... Если найдётся. Да? Найдётся больше нашего данного шаблона, то этот сложный элемент массива уже посматривает. Так, то меняем шаблон, правильно? Меняем шаблон. Попробуй ещё раз проговорить. Попробуй. Для того, чтобы найти это слабое элемент массива, у нас должен быть шаблон. В качестве... Шаблона. ...шаблона, у нас должен быть первая элемент массива. Хотя мы, когда перебираем все отношения массива, все отношения массива массива со второго и... А что со второго-то? То есть, первый мы уже всё определили. Это шаблон, да? Так, и... То есть, сравниваем текущие элементы с шаблоном. И если вдруг что-то кажется не то, больше или меньше, то он становится шаблоном. Всё, с этим разобрались. Следующее, посмотрите. У нас с вами нужно обменять ячейки местами. Обмен ячейками. Вы отыскали обмен ячеек. Как производится обмен двух ячеек? Одна ячейка, вторая. Опять по-русски. Опять по-русски. Значит, как меняются две ячейки? Что для этого используется? Посмотрите внимательно. Что? То есть, для начала мы берем, присвоим какому-то значению первую определенную, определенный элемент массива с определенным индексом и. Так, какой-то элемент. Какой-то элемент. То есть, который был уже присвоен, мы присвоим другое значение элемента на одну единицу с индексом больше. То есть, следующий. По-русски давайте. Итак, вот две ячейки. Две ячейки. Как их поменять местами? Хорошо. Другими словами. Два стакана. Здесь фанта, здесь пипсикола. Хочу поменять содержимое. Что мне? Мне нужен третий стакан. Правильно? Пустой. Что я буду дальше делать? Отсюда перелью сюда. Этот освободился. Это сюда освободился. И, наконец, из того промежуточного переливаю обратно. Все правильно? А здесь разве не то же самое? Посмотрите, как названа переменная промежуточная. СТ. От какого, как вы думаете, слова произошло? А? Нет. Стакан, конечно. Это тот самый стакан, куда мы перебрасываем промежуточные ячейки. То есть, сначала итый элемент массива туда положим. Да? Потом в освободившейся итой положим и плюс первый. Да? А в освободившейся и плюс первый из переменной СТ. Правильно? Какие ячейки поменялись местами? Какие две ячейки? Еще раз. Асмексом и и асмексом и асмексом и асмексом и асмексом и асмексом. И плюс один. Какие это вообще ячейки в массиве? Как правильно их назвать? Последующие или соседние. Две соседние ячейки поменялись местами. Правильно? Так. Все. Итак, энд точечка. Аккуратненько сейчас все это сложили. С крепочкой закрепили. На край стола положили. Для будущих поколений. И мы с вами переходим ко второй части нашей работы. Перед вами тесты. Перед вами тесты. Их много. Их много. И работу с тестами мы уже с вами начали. Как вы прекрасно понимаете, совсем уже скоро. Недалек тот день, когда все будем сдавать единый государственный экзамен. В том числе и по информатике. И работа с тестами является одним из ключевых. Поэтому давайте мы сейчас посмотрим на то, что перед нашими глазами. Вот это один из вариантов. Один из вариантов работ, которые могут быть предложены в тесте. Нам нужно указать порядок. Порядок. С помощью которого мы можем решить ту или иную задачу. То есть есть стандартный набор, стандартные блоки. Но что необычно в этих блоках, кто может сказать? Что? Ну, они для бейсиков, потому что это начало цикла, конец цикла. А что, на бейсике на русском пишется? Нет. Мы бейсик с вами не проходили. Не проходили. Там вообще на русском все понаписано на самом-то деле. А на самом деле этот язык называется русский алгоритмический язык. Вот и все. И он очень часто используется. И, например, вот в этой книжечке, в старом учебнике, есть как раз именно опора на этот язык. И вы обратили внимание, что и в тестах очень часто используется именно этот язык. Русская алгоритмическая конструкция. А теперь посмотрите на самую концовку у нас. Вот здесь нарисованы конструкции, которые используются в алгоритмическом языке. Давайте попытаемся сопоставить их с паскалевскими конструкциями. Итак, первая конструкция, как мы назовем ее? А по-русски опять. Условная конструкция. Итак, если то иначе. Если переводить на английский, то получится та самая конструкция, которую мы прекрасно знаем. If, then, else. Все, понятно. Абсолютно точно так же выглядит и цикл. Это какой цикл? В паскале. Как он правильно называется? С параметром. Цикл с параметром. И цикл for. Посмотрите, меняется параметр от чего-то до чего-то. А внутри выполняется тело цикла. Обратите внимание. Н, ц, к, ц. Как вы думаете, что это такое? Начало цикла, конец цикла. И почему вдруг в условной конструкции появилось слово «все»? Откуда эти слова взялись? Может быть, без них можно было обойтись? Или в паскале это как-то чем-то заменяется? Как это называется? Операторные скобки. Там мы используем операторные скобки. А здесь вот такая конструкция. Понятно. Н, ц, к, ц. Все. Итак, вот еще две командочки. Да? Вот внизу у нас прописаны. Но на самом деле это не команды. Это операции. Они вот так выглядят на англоитмическом языке. Операция мод и операция див. Вспомните, что такое мод и что такое див. Что это? Кто? Так. Так. Мальчишки давно не говорили. Мод. Это деление состатком. Так, а див? Див это деление нацело. Итак, состатком и нацело. Обратите внимание, как они здесь выглядят. В паскале мы записываем аргумент, операция, аргумент. А здесь идет операция, а в скобках два аргумента. Вот и все. Вот и все. Ну, а теперь давайте попробуем решить задачу. Пятая задача. Начнем с пятой. Прямо, да? Итак, дан набор. Дан набор. И нам нужно разнайти. Еще раз посмотрите. Среднее арифметическое значение элементов. И даны варианты ответов. То есть, какая же последовательность должна быть здесь для работы. Итак, внимательно посмотрите еще раз на все эти блоки. Их 10. Понятно, какие-то из них совершенно ненужные. Совершенно ненужные. Итак, первый мой вопрос. С чего мы будем начинать? С какого блока? Так, а теперь давайте еще раз вспомним постановку задачи. Что от нас требуют? Среднее арифметическое. Среднее арифметическое. Что такое среднее арифметическое? Математическая модель этой задачи. Это? На их количество. Итак, давайте разделим задачу на несколько частей. Итак, первое, что от нас требуется. Что найти? Еще раз. Найти. Сами элементы. Считаем, что они уже есть. Это тест. Это уже кусок. Сумму. Найти сумму элементов. С чего всегда начинается вычисление суммы элементов? Так. А еще раньше. А еще раньше. Вспомните, мы ходили с корзиночкой, собирали все вместе. Что это? Где сумму будем собирать? Куда? Переменную. Как вы думаете, какая переменная здесь? S. Так что с переменной S изначально надо сделать? Приравниваем к нулю. Как называется этот процесс? Установки начальных значений. Кто вспомнит это слово? Инициализация. Мы инициализируем начальное значение. S приравниваем к нулю. Поэтому какой же блок будет все-таки первый? G. Итак, блок G. Смотрим варианты ответа. Есть такой вариант, который начинается с G. А их всего два варианта ответа. И нам осталось только лишь выбрать из этих двух. А теперь дальше. Дальше понятно, что мы должны двигаться по циклу. Движемся по циклу и ищем нужные нам элементы. Они всем нам нужны, правильно? Все нужны. Найдите строчку, которая будет ключевой для нас. А ну-ка посмотрите, какие там циклы используются. Ну понятно, for. А еще? С какими параметрами? Подожди. Параметр K видят все? Видят. Параметр I видят? Да. А какой цикл из них взять? С параметром K или с параметром I? Вот в чем вопрос-то. Какой цикл взять? Наверное, возьмем цикл K, так как и потом видно, что S равен S на N. Следовательно, это будет количество. N, понятно, количество. Так, хорошо. Наверное, возьмем K. Так, как перед этим идет S плюс A, K. Так, все согласны? Хотя, то, что он сейчас сказал, как-то очень туманно. Так, попробуй. Можно использовать другую? И потому что у нас потом следует дальше F, S присвоим, S плюс A теперь. Еще раз скажи, пожалуйста, как называется элемент массива, который суммируется все время у нас? Там, там он как называется? Элемент массива. Аитая. А А с индексом K где используется? Там, где присваивается. Ну-ка, посмотрите. Там какое-то условие непонятное и куда-то что-то присваивается, но никак не суммируется, правильно? А суммирование идет только с каким элементом еще раз? А ИТ, так какой будет цикл взят? С каким параметром? И. С параметром И. Итак, какой же блок пойдет, значит, в следующий по ходу? Блок B для И, а потом? А может быть, С? Может И меняться от единицы до N? Может. А может меняться от N до единицы с другим шагом обратным? Может. В обратную сторону. А какая разница, как ходить по массиву, туда или обратно? Согласны? Поэтому, либо то, либо то. Но что нам предлагают ответы? Ответ предлагается какой? Так, хорошо. Значит, все-таки вот этот вариант ответа. Ну, а дальше что внутри цикла? Суммировать элементы. И, наконец, в конце концов, после того, как цикл закончится. Знаете, среднее арифметическое. Иди, попробуй запиши то, что мы сейчас проговорили и выбрали последовательность. Ну, только напаскали. Вот теперь напаскали. Собери это все вместе. А мы пока с вами смотрим в шестой. Найти сумму элементов с четными индексами. Найти сумму элементов с четными индексами. Итак, посмотрите, пожалуйста. И попробуйте также аналогично порассуждать. Сумма элементов с четными индексами. Итак, кто готов попробовать порассуждать? Не бойтесь. Так, ну что, девчонки или мальчишки? Так, попробуй. Ну, давай, давай, смелей. Алгоритм начинаем. Присвоить нуля. Так, а почему с нуля-то? Потому что ищем сумму. Ищем сумму. Так, варианты ответов есть такие? Так, первый и четвертый. Хорошо. Так, затем. А какая опять проблема возникает перед нами? Какой? Какой что найти? Выбрать переменную к и к. Как это называется в цикле? Параметр цикла. Параметр цикла. Итак, какой же ты выбрал? Ты выбрал к. Потому что... Кто еще выбрал к? Кто еще выбрал к? Почему? Индексами. А помните нашу цепочку вот эту, мы сейчас только что ее строили? А и-то это что? Это элемент, а и это индекс. Счетными индексами нас с вами здесь интересует, правильно? Поэтому в данном случае, конечно же, к. То есть, мод к2 равно нулю. При делении на два в остатке получается ноль. Итак, выбираем это. Продолжай. Что ты дальше собирал? Ага, сказал только что, что к, а сейчас полез в блок f. Или ты уже засомневался? Значит, еще раз давай. Ж начинаем, s присвоит значение нулю. Потом идет цикл. Начал кикл для к. То есть, а блок. А. Так. Затем выбираем цепь, единица до n. Варианты ответов такие стоит, да? От единицы до n. Затем внутри цикла будет какая команда? Команда с к. Если условная конструкция. И что если произойдет это? Действительно. Да. То что тогда? То. То s равно s. А. С индексом? К. Все? Все. Согласны? Согласны. Иди на доске запиши тот же самый алгоритм, только на Паскале. Только на Паскале. А мы пока посмотрим первый алгоритм, который записан. Вот рядышком вот здесь. Итак, посмотрите, пожалуйста. Всем видно? Не отсвечивает? Итак, s присвоил он нулю. И меняется n down to 1 ss плюс a it. И после цикла s деленное на n. Так. Все согласны с записью? Так. Down to еще раз, пожалуйста. Что обозначает? Обозначает уменьшение на одну единицу. Ну, единственное у меня маленькое замечание, что ты написал вот эти две команды на одном уровне, да? И можно подумать, что вот эта команда сидит внутри цикла, да? Хотя на самом деле она за циклом. Согласны? То есть нет здесь операторных скобок. Это команда отдельно. Скажите, а вообще говоря, если я все-таки поставлю вот здесь операторные скобки, будет ли ответ такой же? Будет ли он такой же или нет? Найдется ли средняя? Вот я объединю две команды. То есть просуммировали, тут же поделили на n. Просуммировали, тут же поделили на n. Есть мысли? Твое мнение? Нет, это не будет таким же ответом, потому что все время будет делиться на s. То есть первое s будет равно a it. Ну, только 0 плюс a it. И получается, что a it будет все время делиться на n. Ну, будет тот элемент, элемент будет все время делиться на n. Так. И что? И получится последний ответ будет равен 1 делить на n. Так, хорошо, согласны? Но дома вы еще подумаете над этим вопросом, а пока давайте посмотрим, что у нас получается. Просил я на Паскале, просил на Паскале, давайте посмотрим. Вот сразу, пока вот голова застилает все остальное, но кое-что уже видно и видна первая ошибка. Какая? Ну, ну, громче. Точки запятой нет после нуля, посмотри вверху. Так, раз, хорошо. Так, цикл мы взяли от 1 до n, все нормально. Так, if. Ага, мод к, запятая 2, это так записывается в алгоритмическом языке. А на Паскале как это записать? К мод 2. Вот она, ну, вообще тряпка есть. Так, к мод получился у нас с вами, да? К мод 2 равно нулю, then, вот таким образом. Так, а вот теперь возникает вопрос, откуда вот этот end взялся? Да, в алгоритмическом языке написано там к, ц, все, а у нас здесь. Стой, стой, стой еще раз. К чему этот end, ты, обстань, к чему вот этот end оказался здесь у тебя? Явно к какому-то бегину. Где бегин? Нету. Нету. Откуда? Нету. А только скажи мне, пожалуйста, в цикле сколько команд сидит? В твоем цикле, а? Покажи первую, вторую. Опа. В цикле внутри. Где цикл мой? А вот он, мой цикл. Вот он, мой цикл. А где внутренность цикла? А вот она, она. Сколько это команд? Одна. Одна единственная конструкция, условная конструкция. Поэтому никаких там begin and end нет. Согласен? Ну все, пожалуй. Точка с запятой здесь. Все увидели ее на белом фоне. Так. Ну и вывод, конечно, на экран. Все, стоп, стирай, стирай. Итак, дома, дома вы забираете эти листочки, эти листочки. И ваша задача, вот мы попробовали сегодня сделать только два кусочка. А на самом деле их много. Но все они очень похожие, очень близкие. И саму идею мы с вами сегодня нащупали. Поэтому дома ваша задача будет, ну, во-первых, найти правильный ответ, конечно же. Конечно же. И во-вторых, записать вот такие кусочки в тетрадке на паскале. Это понятно? Так. Поэтому к себе в тетрадку вот это вкладывайте. Сегодня мы продолжаем с вами разговор о решении задач с помощью массивов. И помните, мы говорили, что программирование – это отражение нашей жизни, да? И говорили, почему массивы являются, ну, настолько важными, ну, настолько используемые в работе. Да потому что кругом у нас массивы информации, правильно? И очень важно с этими массивами работать быстро, да? Быстро найти нужную информацию. Ну, век наш такой. Чем быстрее найдем нужную информацию, тем быстрее сделаем, тем быстрее получим прибыль и так далее, и так далее. Короче, все завязано на все. Поэтому задача, которую мы сейчас будем решать, очень серьезная задача. Эта задача – упорядочение массива по какому-то признаку. Упорядочить по алфавиту, упорядочить еще каким-то образом, или другими словами, отсортировать массив. Поэтому давайте в тетрадочку запишем тему сегодняшнего занятия – сортировка массивов. Сортировка массивов. Сортировка массивов. Ну, давайте попробуем еще раз сказать, что такое сортировка. Что это такое? Итак, сортировка – это? Расположение элементов по определенному признаку. По возрастанию, либо по убыванию. Да? Ну, на самом деле, многие программисты считали за честь заняться придумыванием алгоритмов сортировки. Их огромное количество, этих самых алгоритмов. Есть простые алгоритмы, есть очень сложные. И мы с вами, конечно же, сегодня попытаемся найти какой-то приемлемый для нас с вами алгоритм. Нам главное подумать, как можно отсортировать наш массив. Итак, постановка задачи. Давайте сформулируем задачу. Что у нас с вами есть в наличии? Массив. Какой-то массив. Без разницы, какой. Целый, дробный, да? Массив, состоящий из текста. Без разницы. Главное, что он у нас и есть. Но он расположен не по порядку. Значит, что нам надо сейчас сделать? Расположить все в каком-то порядке. По возрастанию или по убыванию. Ваше предложение. Как мы будем это делать? Так, ну давайте по-русски. Ну вот, есть массив. Что дальше? Первый элемент, допустим, стоит на первом месте. Так, а как проверить, правильно он стоит или неправильно? Ну хорошо, первый элемент под цифрой 1. Ну нормально. Ну давайте мы придумаем какой-нибудь массивчик. Так, 10, 3, 5, 0, 1. Массив из пяти элементов, да? Это элементы. А вот это индексы. А вот это индексы этого массива. Какие идеи? Какие? В этом массиве. В этом массиве. Хорошо, нашел. Умею я находить максимальный элемент? Умею. Пробегусь по массиву, отыскал. Во, это десятка. И что? Так, потом найти минимальный предлагаешь? Хорошо, нашел минимальный. Так, а теперь? Так, подожди. А теперь ты предлагаешь это отправить сюда. А куда единицу девать? Куда деть единицу? Там. Ага. Сюда десятку, сюда единицу. Так, хорошо. Десятка уже стала на свое место. Хорошо. С нулем что делать? Ага. То есть сначала сюда я кинул единичку, потом кинусь обратно. Так, хорошо. Мысль интересная. Что дальше? Так, вот то, что она сейчас говорит, то, что она сейчас говорит, называется метод сортировки обменами. Я очень рад, что сегодня попыталась этот метод придумать. Итак, действительно есть такой метод, который работает следующим образом. Я фиксирую первый элемент и ищу среди оставшихся минимум. Нашел минимум. Это ноль. Поэтому я сейчас поменяю местами минимальный и первый. Все, первый стал на свое место. Десятка пришла сюда куда-то. Теперь я фиксирую второй элемент, потому что первый уже на своем месте. И опять ищу минимум. Нашел его, это единица. Меняю минимум и вот этот элемент. Здесь оказался теперь, оказался минимальный элемент. Теперь фиксирую этот и опять еще минимум. Потом еще фиксирую это. То есть дальше все идет на повторе. Пошел цикл. Правильно? То есть первый у меня как бы текущий. Вот на этом месте. Потом на этом. Потом на этом. И в конце концов у меня получается расположение по порядку. Правильно? Правильно. Вот такой способ интересный. Он называется сортировка обменами. Хорошо. Еще кто может что-то придумать? Какой еще может быть способ? Ты давай. Сначала убрать первый элемент и сравнивать его со вторым элементом. Так. Первый, второй? Да. Ну сравнил. Меньший переносим на место первого. То есть меняем местами. Да. Так, хорошо. Поменяли. Сюда тройка, сюда десятка. Ну и что? Да, потом будет десятка и пятерка. Сравниваем второй, третий элемент. Потом мы все меняем местами. То есть вот так каждый раз пара идут. Сюда пара. Надо поменяли. А если не надо? А если не надо оставить. Оставили. Так, хорошо. Здесь надо? Меняем. Тут надо? Меняем. Что в результате произойдет? Меняются. Меняются. Ну и что? Стоп, минуточку. А что с десяткой произойдет в результате такого прохождения? Она вот сюда прибежит. Будет двигаться, двигаться, прибежит сюда. Хорошо, прибежала. Так. Можно опять, кроме последнего элемента, ну опять сравнивать по порядку. Заново. Заново. Ну сравниваю дальше что? И получится в конце концов, что будет 0,3, 0,1, 3, 5, 1. Так, то есть упорядочится получается. Так, согласны, что упорядочится? Или нет? Долго будет. Так, долго будет. Хорошо. Ну что, сам придумал или где прочитал? Сейчас только. Но меня это радует, если честно. Это тоже один из способов сортировки, который, правда, описан во всех учебниках. И именно с этим способом сортировки мы сегодня будем работать более подробно. Смотрите, уже два способа сортировки. Уже два. Придумано. Давайте мы еще раз их с вами сейчас вспомним. И посмотрим, как они работают. Вставайте. Становитесь вот сюда. Выходите. Так, отлично. Массив не отсортирован. Однозначно. Так, мы сейчас будем с вами сортировать этот массив. Каким способом начнем? Давай твоим. Да? Итак, или твоим способом. Поехали. Я сейчас фиксирую первый элемент. Он у меня зафиксирован. Дальше что я сейчас буду искать? Давайте минимальный будем искать. Итак, ищу минимальный элемент. По росту. По росту. Не по знаниям. Итак, смотрим. Где минимальный? Вот. Что мы делаем сейчас? Он у меня был зафиксирован. Мы меняем их местами. Меняемся. Быстрее, быстрее. Итак, поменялись местами. Есть. Она стоит на своем месте. Мы про нее забыли теперь. Да? А теперь работаем с тобой. Ты у меня зафиксирована. И теперь среди оставшихся я ищу какой? Минимальный. Так, ну, честно говоря, затрудняюсь немножко. Но пускай это будет шты. Итак, меняем местами. Теперь ты на своем месте стоишь. Вы теперь вдвоем зафиксированы. Я про вас забыл. Тебя фиксирую. И сейчас буду искать минимальный элемент. Но, в принципе, считаю, что ты и есть минимальный элемент. Поэтому я поменяю тебя саму с собой. И зафиксирую. Все. Ты на месте стоишь. Далее мы смотрим с вами. Я тебя зафиксировал. А теперь смотрю минимальный. Есть? Есть. Меняемся местами. Вот она. Дальше не будем. Уже понятно. Итак, как называется такой способ сортировки? Что мы сейчас делали? Менялись. Метод обмена. Ну, почти сразу, в принципе, уже и выстроились. Уже все. Упорядочились. Вот он, такой способ. Вот он, твой способ. Поменялись. Так, чтобы сортировку нам поменять. Так, ну. Так, второй способ. Второй способ сортировки это? Да. Вот давайте им пары. То, что ты предлагал. Так, пары стоят неправильно. Меняем местами. Пары стоят неправильно. Меняемся местами. Пары стоят неправильно. Меняем местами. Неправильно. Меняем местами. Так, глупо. Меняем местами. Так. Так. Неправильно. Меняем местами. Меняем местами. Так. Все попоменял. В результате что произошло? Он оказался на своем законном месте. Как самый высокий. Я начинаю заново. Меняем местами. Меняем местами. Так. Оставляю на месте. Оставляю на месте. Меняем местами. Так. Меняем местами. Так. Меняем местами. Отлично. Все. Он стоит на своем законном месте. И так дальше. Посмотрите. У меня два человека всплыли немножечко. Так. Как бы вверх. Да. Как пузыречки. Вот такие вот. Как вы думаете. Как называется такой способ сортировки? Пузырьком. Совершенно верно. Она так и называется. Пузырьковая сортировка. Садитесь. Пузырьки. Итак. Действительно. Такая сортировка называется пузырьковая. Пузырьковая сортировка. Итак. Сортировка обменами. Давайте пометим себе, что у нас первый способ сортировка обменами. Пишем уже. И второй способ пузырьковая сортировка. Итак. Два способа мы сегодня с вами взяли. Итак. Сортировка обменами и пузырьковая сортировка. И пузырьковая сортировка. Сегодня мы с вами более подробно говорим о пузырьковой сортировке. Но слово более это слишком сказано. Мы сейчас только-только лишь затронем начало работы этой. И первый мой вопрос будет такой. У нас вот два способа сортировки. Первый и второй. Какой из них лучше, по вашему мнению? Ну, какой? Обменная. Почему? Так. Быстрее. Так. Хорошо. А почему вторая не быстрее? Много двигаться приходится. Да? Здесь так хорошо. Так. А теперь такой вопрос. Представим себе, что массив уже упорядочен. И я применяю способы сортировки. Вот он мой массив. Я начинаю работать сортировкой обменами. Что я буду сейчас делать? Я буду фиксировать этот элемент. Я буду просматривать оставшиеся. Правильно? Что дальше? Я выясню, что этот надо поменять сам собой. Правильно? Я фиксирую этот элемент. Оставшиеся. И так далее. То есть в результате я все равно проделаю ту же самую работу. А если будет сортировка у меня пузырьковая, давайте смотреть. Правильно. 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 Все. Что мне дальше делать? Я проверил. Все нормально. Какие вопросы? Итак, дома. Ваша задача. Первая часть работы. Это тест. Мы говорили об этой работе. И вторая часть. Это попытаться своими словами описать методы сортировки. Первый и второй. Именно своими словами. По-русски. По-русски. Понятно? Все ясно? Все. Спасибо. Закрыли все свои тетрадки. И мне вот эти вот штучки сдали. Все. Всего доброго. Спасибо. Спасибо.